коррекция севера по васту санузел привет друзья с вами канал арт васту и сегодня мы поговорим как корректировать север и как корректировать туалет на севере давайте я вам перечислю дефекты которые на севере что является дефектами отсутствие окна отсутствие дверей отсутствие попадания настоящего солнечного света очень темное помещение большая загрузка высокие полы по отношению ко всему остальному пространству то есть поднятие уровня пола тоже является дефектом в этой зоне опускание потолка в этой зоне относительно всех остальных потолков в квартире или в доме тоже является дефектом и санузел конечно же тоже является дефектом что мы должны делать на севере мы должны поддерживать здесь максимальную чистоту здесь должно быть очень чисто просторно и светло то есть мы отсюда все стараемся лишнее убрать убрать отсюда всю грязь и добавить максимально света свет белый здесь могут быть гирлянды или какие-то светильники свет может гореть здесь круглосуточно на светильниках также хорошо хрусталь хрустальные плафоны можно размещать вот посмотрите мое видео коррекция на севере можно размещать вазочку с жемчугом и с другими артефактами севера просто ее поставить она будет работать и это вазочка может быть тоже хрусталя сегодня мы говорим не только про коррекцию севера но также про коррекцию северо-востока потому что северо-восток корректируется точно так же как и север прям один в один если у вас туалет на северо-востоке вы корректируете его также как туалет на севере еще мы будем говорить про все сектора притока, то есть еще про восток и про брахмастан, потому что что касается поднятия уровня потолка, опускания уровня пола и также укладывания мрамора, то это касается всех четырех секторов. В секторах притока мы опускаем уровень пола относительно полов в секторах оттока, то есть смотрите, у нас есть север-север-восток, восток и брахмастан, а вот это уже все идут сектора оттока, соответственно полы и потолки мы должны сделать в притоке, во всех секторах притока мы должны сделать потолки выше, чем потолки в секторах оттока и полы, а я про пограничные сегодня не буду, полы мы должны сделать выше в секторах оттока, чем полы у нас в секторах притока, то есть у нас должно получится, что в секторах притока, вот у нас будет приток, это будет отток, у нас в притоке потолки выше, полы ниже, вот здесь нарисую как бы линию разреза, приток потолки выше, полы ниже, отток потолки ниже, полы выше, и вот это вот очень мощно работает, если вы сюда еще добавите вот сюда белый мрамор, это будет вообще космос, это будет вообще огонь-огонь, то есть если во всем притоке еще постелить натуральный белый мрамор, будет космос. Конечно, если вы собираетесь делать ремонт или покупать квартиру, или выбираете только себе квартиру, лучше обратиться к вас-то консультанту, чтобы он вам подобрал и потом меньше делать коррекций, а когда вы уже купили, чтобы он вам скорректировал максимально ваше пространство, чтобы приносил вам пользу, потому что я хоть и стараюсь, но конечно же все впихнуть в эти уроки, объяснить вам простым языком, все я не смогу, и поэтому, если вы собираетесь делать закладки именно в пол, корректировать именно в стяжку, то, что вы потом не сможете достать, желательно это все-таки делать с консультантом. То, что я сегодня расскажу, я вам буду рассказывать с позиции того, что вы заложите это в плинтус, и когда у вас уже будет получше, вы это очень быстро почувствуете, если вы еще параллельно сделаете коррекцию секторов оттока, и тогда у вас появится возможность прийти на полноценную коррекцию, где уже вам точечно, во-первых, проверят все, что вы делали, и назначат еще точечно много всего, что вам выведет вашу квартиру на новый уровень, либо, если стоит такая задача, вы сможете переехать в лучшее пространство. И теперь пробежимся еще раз по коррекциям. Корректоры севера у нас, это жемчуг, я вам как раз тут подготовила несколько вариантов культивированного жемчуга показать, чтобы вы еще цвет могли определить. Видите, вот этот беленький, с дырочкой, но он беленький, а вот этот такой розовый, бывает еще такой рыжий-розовый и серебристый, такой лиловый, разные они бывают. Вот. Любой из этих жемчугов вам подходит, но я больше люблю белый. Наличие дырочки мне не смущает, споры ходят, конечно же, в интернете про дырочку, но я не соглашусь. Итак, корректорами севера у нас севера, северо-востока, двух секторов одинаково, северо-северо-восток у нас является жемчуг и серебро. Стандартная формула для одного сектора севера или северо-востока, стандартная, при небольшом количестве дефектов, но если они там есть, вам назначают 250 грамм жемчуга и 35 грамм серебра. Сейчас если у вас прямая квартира, если у вас квартира с разворотом, то есть видиша, тогда это удваивается на 2 и вам назначат 500 грамм жемчуга и 70 грамм серебра. Серебро вы можете взять любые свои старенькие изделия, которые вы не носите, сережки, кулончики, какие-то подвески. Главное, чтобы они были без драгоценных камней. Могут быть какие-то серебряные монеты, серебряная ложка и их использовать. Если у вас проблема на севере, но у вас серебра меньше, все равно закладывайте, все равно будет работать. Серебро надо почистить, все камушки надо почистить. Я какое-нибудь видео для этого вам тут выведу, чтобы сейчас время не терять. Также сектор север любит хрусталь. В любом виде про плафоны уже рассказала. Хрустальные про вазочку из хрусталя, в котором можно все это сложить, уже рассказала. Есть вот такие вот галтовки из хрусталя разного размера, есть также просто хрусталики любого размера. Это все хрусталь, он нам корректирует. И здесь еще должно лежать серебро, у меня просто сейчас вот прям вот не оказалось, чтобы вам показать. Вот эту ассамблею я выведу видео, которое я снимала, корректор на севере. Вы можете ее поставить в любом случае в этот сектор. Как мы корректируем туалет на севере, а также туалет на северо-востоке? Точно так же мы корректируем, если бы у нас был туалет на северо-востоке. Смотрите, нам нужно эту грязь, эту негативную. Во-первых, мы его поддерживаем в чистоте, я уже говорила, закрываем крышку унитаза, все держим чистенько, в идеале белый мрамор на пол, холодное белое освещение, много освещения. И гирлянду можно повесить, и гореть она может круглосуточно. Но нам важно эту грязь, которая в туалете проходит, отделить от остального жилого пространства, отделить ее как бы ожерельем. И мы будем закладывать вокруг туалета в точки по периметру вокруг туалета, чтобы эту грязь нам отсечь. Как бы ее таким ожерельем. Если у нас туалет, вот здесь он как бы почти по центру, если бы он в уголочке был, мы бы его по двум сторонам отсекали. Если бы те стены были заняты, мы бы отсекали бы по одной. То есть отсекаем где можем, где не можем, там не отсекаем. То есть в данном случае мы вот таким ожерельем бы его обошли. Что бы было это за ожерелье? Это был бы жемчуг, если прямая квартира, 250 грамм и 35 серебра. Мы бы его поделили на какое-то количество кучек и эти кучки заложили бы в пол, в пол по периметру туалета, в стяжку, либо вниз стены. Если можно внизу стены сделать углубление, туда заложить, если с полом вообще никак, то хотя бы в самый низ стены, вот на уровне плинтуса, прям самый-самый низ стены. Но, так как я повторюсь, прежде чем что-то закладывать в пол, возьмите пожалуйста вас в консультацию, чтобы не было никакой ошибки, вам потом не пришлось вскрывать полы. Поэтому давайте вы будете закладывать это все дело в плинтус. То есть вы берете плинтус, снимаете его, там пустоты, в любом плинтусе там пустоты. Плюс, когда вы его снимете, иногда вот здесь вдоль стены будут щели, в зависимости от покрытия. В эту щель, во-первых, можно все положить. Жемчуг он небольшой, кстати, иногда можно купить жемчуг помельче, специально для этих целей. Жемчуг он не крупный, и мы прям укладываем в эту щель, вот так вот прям в рядочек мы укладываем, серебром тут еще значит добавляем и ставим плинтуса на место. Если щели нет, то тогда складываем в сам плинтус, прям снимаем плинтус, там углубление внутри, вы прям туда раскладываете это все аккуратненько, сверху, например, бумажным скотчем заклеиваете, чтобы не отвалилось. Про серебро мы придумали так, что на бумажную пластинку скотча, на тоненькие серебряные гранулы, на липкую сторону мы наносим, они сами туда приклеились, и потом в эту пластинку просто внутри клеите на плинтус. То есть, если даже квартира съемная, вы потом захотите съехать и это все забрать, если она особенно съемная, часто бывает, то вы просто разбираете плинтуса и все это дело отковыриваете, забираете с собой без проблем. Значит, мы вот это вот все выкладываем вокруг туалета ожерельем в плинтус. Если здесь нет подхода, значит, выкладываем только здесь. Если нет подхода так, значит, выкладываем только здесь. Если все не влезло, вы в плинтус сколько-то напихали, там 250, например, 35, все не влезло, значит, остальное вы можете поставить где-то в какой-то вазочке, в чем-то, в чем-то таком еще снаружи поставить. Внутрь туалетов сакральные артефакты, такие как жемчуг и серебро и прочее мы не размещаем, только снаружи, всегда все только снаружи. Подытожим. Север, север-восток, что является корректорами? Белый свет, много белого света, никакой загрузки, то есть все лишнее отсюда уносим в сектора оттока, простор, чистота обязательно, жемчуг из серебро, хрусталь и белый мрамор на полу. Вот мы с вами разобрали один из самых сложных туалетов, самых страшных для всех вастуэкспертов. Вам еще раз красоту покажу. Если у вас остались вопросы, заходите на канал Бусти, задавайте их там, прикрепляйте свою васту карту, это бесплатно, вы можете спокойно задать там вопросы свои васту карты, получить на него ответ. А с вами был канал ArtVastu и мы увидимся в следующих видео.